Всем привет! Приехал ко мне на обзор светодиодный проектор от бренда Довольно свежая модель из бюджетного сегмента с разрешением 720p На сайте можно встретить её в трёх вариантах Самая простая версия с базовой функцией проектора и только Второй вариант как раз тот, что и пришёл ко мне Со встроенным Wi-Fi и режимом Multiscreen Это когда на устройстве Android или iOS можно запустить режим дублирования экрана Третий вариант это версия с Android приставкой Внутри коробки с цветной полиграфией расположился сам проектор Кабель питания Документация Переходник на тюльпаны И небольшой пульт Батарейки к пульту докупаются отдельно Две штуки формата 3А Забегая вперёд, без пульта вы не получите доступ к расширенным настройкам проектора Имейте это в виду Пульт из очень приятного пластика Имеет все необходимые клавиши для управления и быстрые настройки проектора Команды выполняются без какой-либо задержки Единственный минус – кнопки выполнены из материала, очень сильно притягивающим пыль Проектор по размерам миниатюрный и аккуратный Легко накрывается планшетом iPad mini Вес всего 1 кг На лицевой стороне располагается объектив, защитная крышка и ИК-приёмник для пульта На обратной стороне также располагается ИК-приёмник для пульта и вывод под динамик Он же служит дополнительной решёткой вентиляции Сверху располагаются кнопки управления с довольно жёстким ходом На дне расположились 4 резиновые ножки Разъём подкрепления штатива или установки проектора на потолок Отверстие для воздуха и отсек для прочистки проектора А также дополнительная регулировочная ножка, способная приподнять проектор на 2 см Изменить угол отображения градусов на 20 Однако при использовании данного регулятора проектор чуть легче наклоняется в одну сторону Что также может изменить угол отображаемого изображения по горизонтали На одной стороне находится разъём для подключения питания На другой – отсек для вывода воздуха и разъёма подключения Под наушники, либо внешние колонки Тюльпан, два разъёма USB и один HDMI Сборка очень качественная и надёжная Установка простая Подключаем к проектору кабель питания и устанавливаем его на ровную поверхность Размер проецируемого изображения от 35 до 170 дюймов В зависимости от расстояния до полотна Фокусировка изображения начинается при расстоянии от полутора метров Присутствует возможность изменения наклона картинки Это второе кольцо над объективом Ход у него очень малый, но задача справляется Первое же кольцо фокусировки имеет большой запас хода Для максимально качественной настройки фокусировки картинки Также рекомендую направлять проектор на белую ровную поверхность Только тогда цвета и чёткость картинки будут идеальнее Края видео немного подмыливает Но это заметно только при отображении меню или текста Продавец выразил мнение, что такое возможно случилось при транспортировке И отрегулировать можно, разобрав проектор При включении проектора мы попадаем на экран с пятью кубиками меню Крайний — это настройки Тут можно подключиться к домашнему Wi-Fi В системных настройках выставить язык меню Обновить прошивку и восстановить заводские настройки В настройках проекции можно перевернуть или отзеркалить изображение Для подключения креплением к потолку А также строчка фокус Как позже оказалось, это проблема с переводом И это меню цифрового зума То есть изображение можно растянуть ещё на 25% Масштабируется оно одинаково по длине и ширине Однако существует ещё одно меню с более расширенными настройками Зайти в него можно только с помощью пульта В этом меню можно более детально настроить качество изображения и звука Выставить контрастность, яркость, цветность, резкость, соотношение сторон, цветовую температуру и так далее По звуку это регулировка высоких и низких частот А также выбор заготовленных режимов Изображение при средних настройках даже днём видно Да, не так контрастно и ярко, но в случае резкой необходимости провести короткую презентацию сойдёт Яркость лампы, кстати, 3500 люмен, что не мало С флешкой, кстати, он способен воспроизводить огромный перечень файлов Как видео в МКВ, МП4, АВИ и других форматах А также файлы текстового формата И хоть разрешение самого проектора лишь 720p, он спокойно открывает файлы в Full HD 4К уже не тянет, конечно, но оно ему и незачем А вот то, что он не поддерживает звук AC3, это, конечно, минус Многие фильмы сериала у меня на флешке были именно с таким кодеком А, соответственно, посмотреть у меня их никак не получилось Однако я думаю, это всего лишь ограничение прошивки И с новым обновлением этот кодек добавят За шторю в шторы мы получаем уже совершенно другое изображение Отличного дневного тестового запуска Картинка яркая, чёткая и насыщенная В общем, приятная глазу Во время просмотра глаза не уставали При этом транслирую я на обычную белую стену Думаю, при просмотре на специальном белом экране Удастся получить картинку ещё лучше Встроенный звук в проекторе хороший Реализован он тут с помощью полутораватного динамика Он очень громкий, причём с запасом А так хватает диапазона от 15 до 50% Не хватает только высоких частот Не забываем, что это можно настроить в меню Либо подключив стереоколонку Либо подключив стереоколонку Уровень шума на расстоянии более метра от проектора 26-27 дБ Ну а в 10 см от проектора 38-40 Новая модель T92 отличается от T90 увеличенной яркостью 3,5 тысячи люмен против 2800 И поддержкой полосы Wi-Fi 5 ГГц Из LCD проекторов с разрешением матрицы 720p На данный момент это самый компактный по габаритам Выйдить изображение на проектор можно с помощью HDMI Подключив к нему ПК или ноутбук Сценарии абсолютно разные От трансляции презентации до игр на большом экране В нашей версии проектора присутствуют протоколы Miracast и AirPlay Таким образом, подключив проектор к Wi-Fi Выбираем в меню Miracast или AirPlay В зависимости от нашего смартфона На телефоне выполняем инструкцию, отображённую на экране А именно, подключаемся к точке Wi-Fi, созданной проектором Выбираем повтор экрана и подключаемся уже к нашему проектору Далее изображение с экрана смартфона будет практически без задержки транслироваться на проектор В целом, задержка настолько минимальная, что можно спокойно играть в большинство игр Используя смартфон только как джойстик Однако некоторые проекты, к сожалению, иногда отставали уже на некомфортное время Возможно, это из-за того, что игры слишком тяжёлые А Wi-Fi у меня находился далеко Далее изображение с экрана смартфона CD92 – это бюджетный HD домашний проектор с отличной картинкой, хорошим звуком и возможностью трансляции изображения со смартфонов Ресурс лампы, кстати, 50 тысяч часов Этого должно хватить на 10 лет, если каждый день смотреть его по 5 часов Он однозначно стоит своих денег Однако ещё лучше он станет при получении поддержки кодека AC3 В описании оставлю ссылку на страницу продавца, ну и на сам проектор А промокоды и купоны, чтобы покупка вышла вам ещё дешевле, вы можете узнать в телеграм-канале Ссылочка на который также будет в описании